Галина Владимировна, мы вам очень благодарны за то, что в такой переломный момент своей жизни вы нашли для нас время. Поделитесь своими ощущениями. Вот насколько волнительно вы сегодня себя чувствуете и вообще присутствует ли у вас волнение в связи с тем, что вы стали теперь депутатом законодательного собрания Красноярского края. У вас стало больше людей, о которых необходимо заботиться. Я сейчас об избирателях. Вот что изменилось в вашей жизни? Ну пока я еще такие изменения не ощущаю. Я еще все-таки здесь, на месте работаю. Ну а то, что я уже сейчас пытаюсь представить объем работы, что он будет шире, потому что я же понимаю, что это округ, в котором мы работали. Это и Назарово, Назаровский район, Боготовый, Тевтецкий район. То есть я за время предвыборной кампании побывала во многих местах, посмотрела, как живут люди. Хотя многие заботы, проблемы схожи, но тем не менее есть что-то такое, что свойственно только тем районам, либо городам. Поэтому волнение присутствует. Везде люди, они что-то ждут. Они надеются, что произойдут изменения. Изменения, конечно, в лучшую сторону. Я имею в виду их жизни. Это и устройство жизни, и внутреннее состояние. Конечно, хочется достичь того, чтобы люди на самом деле почувствовали себя комфортнее. Что для них что-то изменилось, изменилось именно в лучшую сторону. Я имею в виду много таких проблем. Это и коммунальные проблемы, и дороги, и вода, которая тоже так важна, особенно для сельских наших населенных пунктов, для наших сел и деревень. Поэтому сказать, что прямо вот это волнение, дрожь, нет. Просто я начинаю уже сейчас думать о том, что надо работать. Работать, наверное, еще больше для того, чтобы не только для Назаровского района, но и для других территорий. Я говорю, это вполне искренне и ответственно. Галина Владимировна, а легкий страх, может быть, есть, что что-то может не получиться? А избиратели, они ведь потом спросят. Вот. Оно всегда, когда планируешь, да, и идешь на какую-то работу, ты перед собой ставишь обязательства, берешь их. Ну, надо просто быть честным и искренним. Если что-то не будет получаться, надо советоваться и говорить о том, что да, прилагаются усилия, но сегодня это не получается. Но отступать, с одной стороны, тоже нельзя, потому что мы много говорим о том, что порой ставятся цели, которые ты думаешь, ну нет, никогда этого не было, ты не сможешь. Вот как тяжело нам давался проект по чистой воде в Преображенке. Мы первый раз вступили в эту программу, было очень много трудностей, не было генерального плана в Преображенке. Мы одновременно заходили и одновременно разрабатывали. Ну, просто они отступали здесь, и нам Сергей Александрович, да, коллега, теперь уже коллега по законодательству, нам очень помог, и все поняли. Ну, так мы еще параллельно работы с Преображенкой еще и в Красную Поляну вошли по программе «Чистая вода». И все поняли, что можно заявляться и замахиваться на такие... А что необходимо вот все-таки для того, чтобы добиваться вот таких вот, ну, не побоюсь этого слова, высоких, больших целей? Ну, во-первых, ее цель надо обозначать и понимать, что за тобой стоят люди, да, которые вот тебе говорят, так невозможно, это проблема. И понимать, что ты перед ними ответственен, вот эта вот ответственность, наверное, толкает на то, что любой ценой добиться для людей вот этого. Вот для меня это всегда такой стимул, и для тех, кто работает в администрации района, в общем-то, сложилось, вот, сложился такой коллектив, который понимает, надо любой ценой добиться это для людей. И сегодня говорили, обсуждали с депутатами, уже остались там на несколько минут после сессии о том, что вот благодаря тому, что мы все объединились, да, и добивались, у нас это получается. А какая-то общая стратегия была? То есть у вас был четкий план? Вот сначала сделаем это, 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 и тогда, возможно, у нас получится. Ну, ну, вообще планируется, да, когда мы формируем бюджет, бюджет, мы же уже понимаем, во что мы будем, да, вкладываться, где мы будем участвовать, но и цель была такая, чтобы привлечь средства и решить какие-то проблемы, да, за это время, в каких будем участвовать, программах, каких проектов, грантовых конкурсах. Хотя еще очень много не реализовано, и сегодня даже так случайно встречаюсь с жителем города, вот просто не знает, он даже может быть хорошо меня в лицо, просто вот разговор, что он отмечает, да, вот Назаровскому, дороги чистятся, да, освещение появилось, говорят, они там собираются, и другие вещи, да, собираемся, сегодня стоит задача. Мы же много обсуждали, и очистные, и локальные, которые важны для Назарского, но это тоже существуют такие проекты, программы, просто надо настроиться на то, чтобы в них участвовать, и чтобы... Надо знать, изучать, да, где какие возможности есть. Галина Владимировна, сегодня на сессии вы сказали о том, что депутат, это еще и советчик, это еще и человек, который окажет, наверное, и моральную, да, в том числе поддержку. Ну и в то же время проконтролируют и спросят, да, потому что, ну и сама была 8 лет депутатом районного совета, да, и вот мы работали 3 года, 2 года с предыдущим составом совета депутатов, вот год мы отработали уже с новым составом, ну и приходишь же к депутатам иногда, не только же встречаешься с депутатами на комиссии, но здесь у нас были встречи и такие, когда мы проблемные вопросы решали, и когда обращаешься к депутатам, подскажите, либо говоришь депутатам, помогите, мы без вас с этим вопросом не справимся, потому что ведь иногда надо что-то донести до жителей, а депутаты-то все равно ближе, живут тоже на территории, их избирали, с них спрашивают. И на самом деле я считаю, что депутаты, это советчики, это помощники, и в то же время это контролеры, которые укажут на те моменты, которые ты, может быть, вот в процессе работы, ну не увидел, либо не обратил внимания, либо не посчитал по каким-то причинам, такими вот важным моментам депутаты в этом вопросе. А насколько жестко вы будете контролировать? Насколько жестко? Ну, жесткость вообще есть у меня характер, я знаю, какая у меня характеристика, честно говоря, мне говорят периодически. Вы с ней согласны? Отчасти, да, я согласна, что, может быть, порой бывает излишняя жесткость, бывает, может быть, ну в какой-то степени даже может быть категоричность, но вот с другой стороны, мне сегодня именно говорят сейчас и коллеги, и депутаты, что благодаря, может быть, этой жесткости, категоричности мы смогли добиться результатов, и поэтому я считаю, что спрос быть должен быть серьезный и жесткий, потому что мы все работаем не ради того, чтобы работать, получать зарплату, а все-таки это не просто работа, да, а работа, от которой зависит моральное благосостояние людей, внутреннее состояние, в то же время и вещи комфортности проживания, поэтому надо серьезно. А непримиримость вам присуща? С чем вы не готовы мириться, ни при каких обстоятельствах? Вот я точно с равнодушием не могу мириться вообще, вот с работой спустя рукава не могу, что если взялся за дело, то не считайся со временем любой ценой ты должен это сделать, по-другому, не люблю вот этих вещей, когда смотришь в глаза, которые не горят, и мы же сейчас, сейчас говорим, я в Назаровском районе, да, я всегда и очень часто повторяю эту фразу и на планерках везде, что мы здесь работаем не ради того, чтобы нам было комфортно, нам, да, мы пришли, мы понимаем, здесь на работе тепло, уютно, а мы должны думать о тех людях, которые живут сегодня, у которых, возможно, и нет, о чем мы говорим, и живут еще в неблагоустроенных домах, да, и о том, чтобы хоть немножко им улучшить жизни, поэтому мы должны думать, когда приходим на работу этих людей, которые вот живут на нашей территории. Галина Владимировна, вы уже упомянули о том, что депутатом вы будете целого округа, но жители Назарова и Назаровского района, вот они как-то для нас уже неразделимы, и поэтому я не могу у вас не спросить, вот глава города Назарова, прежде с вами занимал соседнее здание, вы были коллеги, теперь у вас совершенно разный статус. Как вы намерены строить взаимоотношения с Сергеем Ивановичем, вот в свете того, что ваш статус поменялся? Ну, в общем-то, мы как коллеги работали, да, и общались, потому что что-то было мне непонятно, и можно было порой спросить, да, совета, как в этой ситуации поступает, например, город, ну, есть же вопросы какие-то общие здравоохранения, там, образование, когда можно было спросить опыта, где-то с Сергеем Ивановичем приходил, мы общались, ну, то, что сейчас будут стоять задачи, как у депутата, это все-таки то, чтобы, ну, то население, если мы говорим про город Назарова, что-то ждет, то, чтобы понять, что хотят жители города Назарова от органов власти, да, от главы в частности, и поэтому, исходя из этого, будет так строиться взаимоотношение. А как вы думаете, будет много обращений по поводу ситуации в Назаровой? Я сейчас говорю конкретно о благоустройстве. Вот вы видите какие-то, может быть, недочеты уже сегодня? Я, как я могу здесь судить, еще и как глава, и, наверное, на будущее, будучи депутатом, я говорю, что все-таки старший у меня депутатский такой, приличный, да, 8 лет, где-то могу понять сейчас, да, где-то могу сказать, что требуется жесткость, потому что мы сами оказываемся в такой ситуации, когда объявляешь аукционы, да, когда приходят подрядчики, ты им ставишь задачи, понимаешь, что подрядчики пришли, у них дело, да, вопрос бизнеса, они будут зарабатывать средства, а наша задача, чтобы это было качественно, в срок, и мы тоже спотыкаемся, и, по крайней мере, будучи главой, правильно, когда мы ждем одно, а получаем совершенно другую картину, но тут, наверное, порой надо проявлять вот как раз ту непримиримость, это и использовать все рычаги, и штрафные санкции, и пени, штрафы, и, может быть, даже расторжение, у нас были такие случаи, когда мы ставили категоричные условия, что мы готовы были к расторжению наших контрактов. Ну, то есть не дорабатывает в этом смысле город? Я, чтобы погрузиться, я как житель города могу сказать, что меня устраивает, что нет, ну, а чтобы уже давать реальную оценку, конечно, надо погружаться и понимать, что происходит, и давать оценку и разбираться с этим, потому что, ну, я же тоже вижу, да, проезжаю каждое утро, там, мимо сквера Ладыниной, да, и понимаю, что, ну, долго, ну, надо, наверное, и законодательстве что-то менять, потому что, ну, подрядчики приходят, они сегодня на самом деле могут, просто понимая, что замены им нет, мы же можем объявлять иногда по несколько раз аукцион, да, он, который не состоится, потому что просто нет строителей, просто нет ремонтников и прочих. А время дорого? А время, и мы понимаем, что 44-й федеральный закон, о котором много говорят, и поэтому вот тут много нюансов и надо рассматривать, но то, что, я говорю, подрядчики ведут себя порой просто, ну, просто вот так выкручивая руки, и им все равно, они понимают, все равно сделают они, нарушив сроки, выплатят шраф, и все равно по закону им вынуждены будут оплатить, а мы понимаем, когда вопрос стоит о том, что нам дали краевые, либо федеральные средства, они должны быть использованы, иначе это потом будет местный бюджет, и вот мы находимся в такой... Заложникам? Заложниками ситуации, когда, ну, где-то может быть несовершенно законодательство, где-то, да, и согласно нашей недоработке, какая-то наша либо неграмотность права, либо некомпетентность, либо просто где-то, может быть, ну, мы сработали спустя руководство, либо не конкретно, допустим, тот, 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 а, ну, я имею в виду уровень разный, я как-то слушаю еще, что там, поселение, район, либо в городе, и поэтому, ну, тут надо понимать, ставить ответственных и должны с них спрашивать, да, я имею в виду те, кто отвечает, но и в то же время менять что-то в законодательстве очень сложно, потому что на сегодняшний день какие-то вопросы решать, реально. Но сегодня вы знаете ситуацию изнутри, с какими-то инициативами будете выступать в законодательном собрании? Ну, да, потому что я же понимаю, и работать я намерена в местном самоуправлении, то есть заниматься, что сегодня на самом деле нужна поддержка и местному самоуправлению, и главам исполнительной власти, потому что это все в итоге приведет, изменится что-то ли для жителей, либо нет. Галина Владимировна, коль уж вы заговорили о местном самоуправлении, скажите, вот все-таки органы муниципальной власти Назаровского района, которые для вас все равно родные, контролировать будете? Да. Ну а как без этого? Я буду помогать, но в то же время и депутатские контроли, все этого никто не отменял, но прежде надо помочь, настроить, а потом уже спрашивать. Но я считаю, что те, кто сегодня остается работать в Назаровском районе, они справятся, потому что, ну, главы поселения, можно там по-разному говорить, по-разному относиться, они все разные, но среди них есть прекрасные хозяйственники, среди них есть те, кто имеет огромный опыт работы, есть те, кто только начинает и порой не понимаешь, но потом начинаешь перерабатываться, понимаешь, что-то у них получается, что-то нет, спрашивать надо обязательно. Будете держать руку на пульсе? На пульсе, да. А оставлять жалко? Есть какое-то, может быть, чувство сожаления? Ну, чисто по-человечески, конечно. Ну, чисто по-человечески, да, есть, потому что я 3 этих года, да, 30 июля было 3 года, как я работаю, очень много, и я искренне, честно работала, вкладывала душу, силы, эмоции, потому что все вместе со мной. Ну, да, жалко, потому что это не доделано, это не доделано, это не так сделано. Боитесь, что все-таки что-то без вас у них не получится? Нет, я думаю, получится, но просто для меня вот этих 3 года, ну, это практически как одно мгновение, планировалось одно, второе, третье, что-то не сделал, и как-то чувствуешь еще и недовлетворение, то, что не успел, не сделал. Ну, и какие-то обязательства я выполняю даже сейчас, потому что вот уже буквально мы сегодня говорили в некоторых моментах, что да, не успела, они, может быть, не такие глобальные, но прошу это не оставлять, сделать, потому что мы это жителям обещали. А что вы не успели, вот по вашему мнению? Наверное, не успела до конца, но вот уже вот-вот-вот решение, да. У нас прекрасно появилась Кутерярская школа, красавица, я считаю, даже вот городские, когда приезжают, бывает, нет, да, она такая, ну, современная, красивая. Не получилась такая школа в Степном, хотя, да, проект начинался до меня, реконструкция, все, хотелось бы такую же, но не получилось. Сейчас буквально будем доделывать, мы должны аптеку сделать, с Ахаптетом, и необходимо наше вмешательство, смотря на то, что помещение там не наше, все. Это надо обязательно сделать, и это было обещано. Ну, какие-то еще такие моменты. Мы сегодня начали ремонт в Глядинском садике, потому что там всегда холодно, там, ну, уже давно он нуждался в ремонте, этот садик, и средства выделены краевые, мы сегодня это делаем и дальше. Вот за три года вот это мы уже третий садик начинаем ремонтировать, это тоже как бы так показательно. На садике много лет не уделялось внимания должного, сейчас и с краевого уровня, и мы, и поэтому. Чем глава Назаровского района Галина Владимировна Ампилогова запомнится жителям Назаровского района? Разными, наверное, вещами запомнится. Ну, то, что да, у нас появилось вот за это время много изменений, я имею в виду то, что пришло благоустройство, да, это запомнится положительно. Может быть, не так оно в идеале, но мы сейчас два проекта разрабатываем, вот-вот подаем еще по двум территориям, и комфортную среду, и все это есть. Кто-то запомнит меня с негативной стороны, вы же помните, тут вопрос негативный, закрытие школ, я его и не отрицаю, что это было по-разному, и пытаюсь оценивать это решение, может быть, сейчас уже нет, хотя я проехала по многим селам, разговаривала, встречалась с жителями, и как раз этот вопрос поднимала, даже если мне его не задавали, говорила, да, может быть, была неправа, может быть, хотя везде, где мы встречались, и даже Захаренко был такой вот бурный, там бурные были вещи происходили, но не сказали нет, 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 не надо, может быть, все-таки вернуть уже, даже к этому готовы была пойти на такие шаги, может быть, было не сказали, нет, нет, нас все устраивает, родители были, что? Дети довольны, они ездят, их привозят пораньше домой, они два раза питаются, дети на подвозе питаются два раза, вот и то есть никто мне не сказал что это был неправильный шаг родители и дети потому есть теперь они оценили до оценивают родители с точки зрения то что изменились дети детям очень нравится в больших школах и им нравится среди сверстников когда я вот тут встречалась с педагогами вот предвыборную компанию в городе когда я говорю что мы закрыли 13 школ и в них училась 46 детей на меня смотрят такими круглыми глазами удивленными что как 46 13 школах для города это непонятно да это столько да как это зачем тогда вы там содержали а во всех было понятие что мы закрываем школы где 200 детей 300 детей как будто мы огромное такие комплексы закрывать нет это же было не так ну и практически все трудоустроенные кадровые проблемы решились то есть и но не осталось в общем то таких вот проблем что мои помещения мы все то что еще не используется используем отдаем как раз их культуру и в той же захаринки там все осталось благоустроенное люди там теперь проводят детские праздники какие-то взрослые мероприятия всего же тоже живет такой жизни но нет в селе сегодня в таком маленьком не кафе и никакого-то другого учреждения и вот жители используют это здание как раз для этих целей глина владимировна а где вы теперь будете жить ну то что буду жить красноярске так точно большую часть времени даму это будете приезжать да для меня родное все равно как бы ну я не меняю прописку это точно и поэтому я все равно буду здесь часто действовать от часть моей семьи поэтому поэтому галина владимировна и еще хотелось бы все таки немного поговорить о сельском хозяйстве теперь у вас больше возможностей теперь вы можете говорить собственником зала назаровской валерием андреевичем исаевым уже на с позиции коллег до тема первого вашего разговора вот именно в стенах законодательного собрания о чем бы вы хотели поговорить что в первую очередь с валерин дичем говорим честно говоря мы уже общались первое чем мы сейчас говорим о вакцинации мы же понимаем сейчас такая тема когда ну надо поберечь себя и всем людям да и в том числе это важно сегодня для самих жителей степновского сельсовета для работников зала назаровская мы уже проговорили с валерий андреевичем сегодня мы готовим что туда приедет вирусолог который расскажет о проблемах потому что это была просьба валерий андреевича мы с ним так договорились но это первая тема которой мы уже сейчас говорим для того чтобы сохранить здоровье и жизни людям что необходимо вот эту работу провести но вообще если говорить вообще общение взаимодействие конечно за это время вот сложилось много вопросов которые тоже можно задать валерий андреевич его именно нахождение не только на территории степновского сельсовета но и это и дороги в тех селах где присутствует зал назаровской это какие-то другие моменты социальные поэтому я думаю у нас будет много общих тем и решать мы будем сообща ну и конечно сибагра да вот та ситуация опять же с поголовьем скота которая ну как жители были уверены и мы говорили на эту тему уничтожалась вот намерены ли вы повлиять на ситуацию вообще разобраться что там реально происходит теперь ведь вы не просто глава у вас есть мандат депутат дело в том что я и так эту тему общем-то и мы ее и вы подняли да и мы ее обсуждали с министерством и многие вещи и до сегодня сибагра крупное хозяйство до которая в общем-то имеет сельскохозяйственные предприятия по всей стране и уже одно это вот с одной стороны успокаивать что это все таки будет развиваться растеневодство точно на территории района потому что могу судить по полям которые по земле которая обрабатывается по технологиям то есть сегодня их настрой на то что в следующем году будет уже засеваться все площади которые имеются это это хорошо я была на многих встречах где присутствовал и тот руководитель который был тот пришел который сегодня то что касается перспектив развития именно растеневодства да но и позиция мне нравится то что и станислав дмитриевич и анриевич они общем-то сельские жители это сразу чувствовалось и вот в их разговоре они понимают то есть что происходит но то что непрофильное именно животноводство крс для сибагра это тоже мы понимаем но я сегодня знаю что решаются вопросы по либо сохранению либо дальнейшим каким-то путем потому что но ищут выход собственники сегодня ищут и мы будем надеяться что возможно что-то произойдет о чем говорил и снесла длитыч что возможно и сахновки все-таки свиноводческий комплекс в каком-то виде будет да что-то возможно еще потому что работа женщина на селе это я считаю проблема не только нашего района и края это на вообще проблема такая что занятой женщин потому что если ты не занят тяжелом производстве то есть имеется тут ну растение вот это все-таки мужские профессии хотя сейчас женщины и машинисты тепловозов и водители но вот именно вот задача еще и органов местного управления найти женщинам работу на селе решить эти вопросы и вот в общем-то жизненный опыт не всегда хотелось чтобы женщины были чем-то заняты может быть на домной какой-то работа чем-то еще да как я часто говорю ну почему мы бусики где-то закупаем когда женщина может сидеть их и на нитку нанизывать дома а потом это но это наверное уже такая глобальная государственная программа но мне всегда хотелось чтобы женщины были чем-то занят что для вас значит мандат депутата законодательного собрания красноярского края для мета работа работа ответственности работа потому что я всегда ставлю на первое на первый план работу работа ответственность и для меня это именно работа и ответственность победа для вас была ожидаема Ну, я не скажу, что да, мы работали, но чтобы вот стопроцентный настрой, я сегодня да, и я нет, нет, просто да, работали, да, ну, мы понимаем, у нас стояли задачи партийные, это и наши кандидаты, и в Государственную Думу, и одномандатник нашим, которому, поэтому, ну, и то, что получилось, то получилось, честно, надо работать. Довольна победой? Честно. Удовлетворена. Вы человек партии, правящий партии, да, вы этого не скрываете, это все прекрасно знают, но наш президент сегодня многоуважаемый, Владимир Владимирович Путин, отмечает день рождения, да, вот что бы вы ему пожелали? Я честно и вам скажу, что я восхищаюсь нашим президентом, чтобы некоторые не говорили, да, оппоненты, либо представители там других стран и прочее, потому что мне был интересный разговор с молодым человеком, живущим у нас на территории района, он сказал, президент живет круто, ему всего хватает. Я ему задала просто вопрос, а вы считаете, в чем крутость-то, вот новый президент, ой, у него там все есть, я говорю, а вот вы реально оцените его рабочий график, вот понаблюдайте. Вы считаете, прямо у президента столько времени, да, чтобы жить круто президенту, такое чувство, что он 24 часа в сутки работает. И поэтому я бы вот в первую очередь пожелала вот нашему президенту здоровья, потому что мы сейчас все об этом говорим, ну и я бы ему такой же работы вот плодотворной, вот этой четкой, жесткой пожелала дальше, чтобы, ну как-то стабильно себя ощущаешь. Понятно, есть проблемы, но мы же сегодня, да, привыкли. У нас, вот буду просто простым языком говорить, да, мы сегодня видим, кто-то мусор, вот, они не убирают, да, и все невольно сводится вот, да, к тому, что вот во всем виноват президент. Мы перестали нести ответственность друг перед другом, я всегда, когда собираю вместе педагогов, работников культуры, здравоохранения, говорю, сегодня приходишь в школу, претензии к чему? К больнице, к культуре, к чему-то еще, приходишь в больницу, там претензии к школе, к культуре, и я это в районе наблюдаю. И мы ждем такого третейского судья, который придет нам все решить. А почему просто нельзя нести ответственность, как я говорю, педагогам перед родителями и детьми, потому что это зона ответственности. Врачам и там среднему персоналу перед пациентами, перед людьми, потому что от них ждут. Культура другой, то есть мы невольно хотим, чтобы был кто-то третий, кто бы нес за всю ответственность. Ну и почему мы не начнем с себя, да, потому что, ну просто надо нести ответственность за то, что тут за твой участок работы, и поэтому вот все, что я считаю, да, органы власти сегодня должны за много нести ответственность, все, что на них возложено. Но с другой стороны, мы должны понимать, что если мы не будем все вместе, нести ответственность, у нас ничего не получится. Никто нам не приведет, не наведет порядок у двора, никто нам не научит нас к больному внимательно относиться, либо к ребенку. Только это в себя внутри перестраивать, настраивать и работать. Скажите, вы сегодня гордитесь тем, что вы шагаете с президентом в ногу? Я, да, я говорю это искренне, потому что пусть, я говорю, у нас очень много, что нам еще надо сделать, и дороги, и рабочие места, все, но сегодня я себя ощущаю безопасно в стране, да, и мне многие вещи не нравятся. Я очень благодарна президенту за то, что он отстаивает наши традиционные ценности, наши семьи, нашу вот эту память историческую, потому что вот мы были в Павловке на встрече, говорили про конституцию, как-то, и как там стало один молодой человек, он не коренной житель, но он уже живет несколько лет в Павловке, и мы как раз говорили про историческую память. И он, повернувшись ко всем, спросил, да кому нужна ваша историческая память? Да, сегодня тысячу долларов, либо что? И люди с ним не согласились. Это самое главное, что все-таки не надо забывать свое родное. Такое чувство, что у этого человека никто не участвовал в войне, никто не погиб, и у него он просто жил в другом мире, в другой стране, он это не чувствует. А люди все-таки планеты, да. Поэтому вот это, я за это благодарна, что мы должны помнить и свою историю, и помнить то, что, и стремиться к тому, что правильно, о чем мы сегодня говорим, да, так на полубраков дети не появляются, мы должны заботиться о будущем. И то, что мы традиционные свои ценности, я всегда говорю, для России это вообще свойственно, что главное, да, там, наши дети, семьи, все хотят детей, внуков, радоваться, мы живем в таком мире, и это надо сохранять. И за это я очень благодарна и признателен президенту.